Всем привет, это геймплэн, выпуск 146. Вот сегодня качество будет 720p, не ищите Full HD видео. В ближайшие два выпуска вы будете смотреть максимум 720p, извиняюсь. Давайте переступим к первой игре. Она называется «Беги, корова, беги». Запускаем, нажимаем «Начать». Это раннер. Раннер выполнен в 2D-варианте, но раннер очень клёвый. Он наполнен просто уймой различных способов убежать от этого ненаистного фермера, который так и неровит вас догнать и проткнуть вилами. Вот такая вот жестокая игра. Что мне понравилось? В принципе, здесь очень интересные. Можно совершить приобретение в магазине. Допустим, вы можете купить ускорение, можете купить бомбы, которые позволят вам взорвать стену, которая находится впереди. Также вы можете купить молока. Вот вы видите, у нас нет сейчас молока, но это для чего нужно? Для того, чтобы полить этим молоком, и этот фермер поскользнётся на своём тракторе и грохнется к чертям собачьим. В общем, офигенная игра. Я вам всем её советую, потому что есть очень много различных препятствий. Вначале вот вы видите то, что ничего сложного вроде бы, но потом вы, наверное, будете методом дятла кликать на экран, чтобы прыгать. Причём это дело так ловко, чтобы вернуться от всех препятствий, потому что чуть-чуть стоит задеть одно из препятствий, то всё, сразу вы проиграете, и будет бобо, будет больно, будет очень плохое настроение. Поэтому учитесь, играйте в эту игру и наслаждайтесь. А вторая игра называется Stereo Ride. И почему она особенная? Да потому что вы можете играть в неё, слушая собственную музыку. Вы можете импортировать её сюда, экспортировать точнее, если нажмёте на пульсик, к верхнему левому углу. Достаточно удобно и круто. Зачем нам нужна собственная музыка? Для того, чтобы вы будете лететь, в общем, на крутом звездолёте, и благодаря этой собственной музыке будет генерироваться ваша трасса. Вот такая вот крутая идея, по моему мнению. Она очень крулёво реализована, и сейчас вы её сами увидите вместе со мной. Управление осуществляет за счёт акселерометра. Как обычно, можно выбрать звездолёты в самом начале. Выбираем уровень сложности нормальный. И пробуем проехать. Вот, вы слышите эту самую музыку. И ваш звездолёт, не знаю, как на Ри-40, ГТС Ан-Андрес, все, наверное, играли, я думаю. И вот такой доктор Дрей на звездолёте летит и собирает вот эти вот светящиеся зелёные шарики. Сверху существует... вам показывается, какое количество очков вы набрали. Вот, наверное, сейчас очень плохо видно, сколько я набрал очков, потому что качество не очень хорошее. Как вы видите, вокруг очень крутой пейзаж, так же, как и фон, который находится сзади моего смартфона. И всё у нас просто космос. Игрушка, честно, очень клёвая. Это... вроде бы ничего, здесь нет никакого смысла в ней играть. Но всё равно, вот, почему-то мне нравится этот ритм, когда вот ты летишь, и ваш звездолёт просто делает всё под этот ритм. На таких вот воздушных ямах, если бы мы летели в воздухе, в атмосфере, а не в космосе. Это всё очень клёво выглядит. Также существует такой виброэффект, когда вы куда-то врезаетесь. В общем, тактильные ощущения просто великолепные. Скачивать эту игрушку называется, я повторюсь, Stereo Rise. Ну, а предыдущая игра была ложкой мёда в бочке дёгтя. Огромного количества раннеров в этом выпуске. Но эти раннеры, поверьте, не такие уж и плохие, и они заслуживают вашего внимания. И вот следующий раннер про очень клёвого робота. Давайте вот запустим какую-нибудь миссию и попробуем пройти управление. Здесь вообще элементарнейшее. Мы должны кликать по экрану, и он будет реагировать на различные виды действия. Но различные виды действия зависят от той плиты, на которой он находится. Сейчас вот я вам покажу. Допустим, если он находится на зелёной плите, мы кликаем по экрану, он прыгает. Если он находится на жёлтой плите, мы кликаем, он меняет своё направление своего бега. Вот такая вот интересная идея. Вы должны бежать, собирать различные запчасти, я так понял. Давайте вот кликнем сюда, вот. И да, всё у нас отлично получается. У нас всё прекрасно. И нам надо вот добраться до ёжика, который находится вон в той вот тюрьме, клеточке. Вот нам надо было вот так сделать, да. И мы к нему пролетели. Всё отлично, мы победили. Давайте посмотрим следующую миссию, потому что следующая миссия, как я помню, просто бешеная. Да, вроде бы это она. Кликаем, вот как видите, на зелёной секции и подпрыгиваем. Потом появится ещё одна секция. Она будет вроде бы голубого цвета. Если вы будете на неё кликать, то вы можете ожидать того момента. Но если вы кликните на экран и будете держать в свой палец на экране, он будет стоять и ждать того момента, когда можно побежать дальше и не разбиться грубо. Вот так вот я объяснил вам эту идею. Ну-ка, фух, получилось, да. Неужели я с вами пройду эту миссию со второго или с третьего раза? Это будет просто шикарно. Я надеюсь на это. Ну-ка, да, мы это сделали. Просто офигенно, вы мне всегда приносите удачу. А следующий раннер, он очень нервно затратный, поверьте моим словам. Сколько раз я в него не играл, я просто сходил с ума от того, что я не замечал какие-то элементарные препятствия, от которых нужно было уворачиваться. Вот сейчас я вам покажу, что нужно делать. Выиграть с шпионом, вот лететь на этом воздушном шаре, допустим, видеть трубу, надо свайпнуть снизу, чтобы увернуться от неё. Но, блин, это реально сложно. И вот, допустим, сейчас я вот не понял, что нужно делать, и врезался, значит, прямо на самом начале буквально. Но я сделал действительно так вот неплохой пробег. И давайте попробуем всё-таки пройти эту миссию. А давайте так, вот и пока не пройду эту миссию, я не закончу обзор этой игры, потому что она мне надоела, эта миссия. Я хочу как можно быстрее её уже закончить. Да, получилось. Ох, Свят, Свят, давай быстрей. Ну-ка, вверх. Ну да, к сожалению, мы вот сейчас врезались. И опять нужно начинать с самого начала. Давай. Я просто с ума схожу от этой игры. Музыка здесь вроде бы не такая уж и какая-то героическая. Он бежит очень быстро. Вроде бы такой крутой чел. Но, поверьте, блин, это реально очень плохо сказывается на ваших нервах. О, получилось. Ну, давай. Чуть-чуть осталось. Вот как вы видели, то, что была труба какая-то, и мы её задели, и опять разбились. Да что ж ты будешь делать? Ну ладно, ещё последняя попытка. Попытка не пытка. Ну надо же пройти эту миссию. Хватит лажать. Геймплен. Давай, нормально, играй в игры, которые ты обозреваешь. О, как хорошо получилось спрыгнуть. Давай ещё. Вот, всё просто пока великолепно. Всё чики-пуки. Подпрыгиваем. Поднялись. Поднялись. И вот тут надо... Да, получилось. Да, клёво, наверное, комментирую эту игру сейчас. И что случилось? Что случилось? Что случилось на этой, блин, трубе? И последний на сегодня раннер называется Cave Escape. Он выполнен в 3D-варианте. И здесь вы должны отстреливаться от различных зомби. Вот нам показывают, что у нас случилось. Мы попали в какую-то пещеру. Она разрушивается. Теперь нужно валить оттуда как можно быстрее. Сломя ног. Вот это начало очень красивое. Прикольно сделали видюху. И, в принципе, вы сейчас будете продолжать убегать от всех этих камней. Причём вы будете встречать сопротивление различных зомби, которые пытаются на вас напасть. Вот как вы видите, вам нужно в них кликать. И таким образом вы будете их убивать. Если вы не сможете их убить, они успеют вас каким-то образом задеть. И, как вы видите, отнять у вас небольшое количество жизни. Жизни здесь, в принципе, предостаточно для того, чтобы достаточно далеко бежать и эффективно. Впоследствии вы будете зарабатывать различные монетки и бонусы, которые вам принесут денежки, за которые вы можете купить различные бонусы, которые позволят вам проходить дальше и получать больше денежек и покупать ещё больше бонусов. Вот такой вот цикл замкнутый. И, в принципе, наверное, всё по этой игре. Если вы видите повороты, здесь не нужно, как в других раннерах, свайпать. Допустим, вправо либо влево, иначе вы разобьёте. Здесь вы просто с помощью акселерометра двигаетесь в ту часть, куда вы хотите бежать. Вот таким образом это происходит. Мне кажется, это достаточно удобно. Вот мне очень не нравятся вот эти птички летающие, от которых просто нервы сдают порою. Ну, вот такая вот игра, нервозатратная, как и любой раннер, в принципе, почти любой. Похож на Temple Run, мне кажется, этот раннер, но, в принципе, у него свои особенности, он очень клёвый. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, то, что Спартаку, точнее, грибочкам Спартака понравился этот выпуск. И давайте... Не, маслятам, всё-таки маслятам, да. Всем пока, давайте до новых встреч.